В этом уроке мы добавим эффект старения на контейнер свитка дракона. Я объединил некоторые саптулы, чтобы ими было легче управлять. Шапочки контейнера, основание цилиндра, тело дракона, его голова со всеми деталями и лапы теперь тоже вместе. Некоторым частям я добавил немного геометрии, чтобы можно было поддерживать качество деталей, чего мы бы не сделали с имеющимся сабдивом или с помощью еще одного применения динамеша. Также мы установили цели для кисти Morph. Поэтому, если вы хотите внести какие-то видоизменения, то сейчас самое время сделать это, так как далее мы будем создавать повреждения. Или же сохраните файл отдельно, чтобы у вас была возможность вернуться к исходному виду. Итак, давайте изолируем шапочки и добавим повреждения, отключив симметрию. Начну я с кисти Trim Dynamic. Тяну ее в нескольких местах, тем самым создавая скошенные повреждения. Я думаю о том, какие именно участки могли податься повреждениям на протяжении столетия. Контейнер мог контактировать с другими элементами и поверхностями, которые могли быть жестче и тверже. В общем, создаем повреждения, которые могли появиться на протяжении столетия. Постарайтесь расширить повреждения. Помните, что обычно повреждаются те места, которые немного выступают, как например эта верхушка. Перехожу к нижней шапочке. Делаю масштаб меньше, чем он был при работе с верхней шапочкой. Меньший масштаб нужно иметь, чтобы хорошо следить за изменениями в перспективе. Как я уже говорил, на саптулах установлены цели видоизменения для кисти Morph. А вам наверняка придется возобновлять некоторые области. Или просто ослаблять эффект. Хорошо, результат меня устраивает. И сейчас я добавляю повреждения побольше. Далее я выбираю кисть Orbs Crack, которую, как я уже говорил, вы не найдете в сандартном наборе. Но она есть в проектных файлах. И я создаю царапины. Я представляю себе, что они появились во время каких-то битв, когда удары меча приходились на контейнер свитка. Я очень осторожен с повреждениями, созданными кистью Trim Dynamic, так как их легко деформировать царапинами. Не забывайте об этом. Я перехожу в голове дракона, изолирую ее, выбираю кисть Trim Dynamic и выражаю некоторые края. Добавляю повреждения. Имейте в виду, что здесь повреждения будет не так сильно видно, как на шапочках контейнера, потому что голова дракона имеет органический вид, и после добавления повреждений, ее поверхность будет выглядеть более твердой, как будто каменной, что довольно неплохо. Покрываем повреждениями, сосредотачиваемся на зубах, выражаем их кистью Trim Dynamic и вследствие этого зубы становятся угловатыми. Это хоть и не настоящие зубы дракона, но они все-таки не из мяса, поэтому их поверхность должна выглядеть более твердой, над чем мы сейчас и работаем. Хорошо, я уменьшаю масштаб. Вы можете нанести повреждения со всех сторон, но, как я уже говорил раньше, я лично обрабатываю только ту сторону, с которой я применю рендер, или которую я установлю для просмотра. О маленьких пучках волос я особо не беспокоюсь, но на больших добавлю повреждения. Все-таки эти волосы больше, чем те, что на подбородке. Проходимся кистью Trim Dynamic здесь. Хорошо. Меняю кисть на Orbs Crack и добавляю еще несколько сарапин. Хорошо. Я люблю работать кистью Orbs Crack, так как ею легко пользоваться. И еще ею хорошо делать детали, на которых зрителю следует сфокусироваться. В данном случае я хочу сделать акцент на повреждения. И перехожу к телу. На тело мы также добавим повреждения. Так как кисть Trim Dynamic не совсем подходит для работы на чешуе, мы сделаем царапины. В отличие от других частей контейнера, здесь я прохожусь кистью несколько раз взад-вперед, чтобы сделать царапины более глубокими. Еще несколько здесь. Пусть будут переперсные царапины. Но и слишком много их не делаем. Основание повреждать мы не будем, так как оно в принципе хорошо закрыто телом дракона. У нас было задумано два этапа создания повреждений, и один мы прошли. Руки у дракона маленькие, поэтому мы их трогать уже не будем. Давайте переходить к следующему этапу создания повреждений. На этом урок окончен. В следующем уроке мы добавим эффект разъедания. Идем дальше. Продолжение следует...